Пенсионерка Светлана Мурзагалиева и её супруг частые гости медиков. В свои 73 года после перенесённого инсульта и сахарного диабета они стараются тщательно следить за здоровьем и приходят в поликлинику исключительно для профилактики. Женщина говорит, что первую прививку вместе с супругом сделали вынужденно. Первую прививку мы начали с 2004 года. И то в тот момент, когда мы должны были выехать за границу. А это было строго и обязательно. Без этой вакцинации не выпускали за границу. И с 2004 года по настоящее время мы принимаем ежегодно. И, конечно, мы считаем, что это большое подспорье для нашего здоровья. До апреля месяца он действует. Мы гриппом не болели. ОРЗИ или ОРЗЕ у нас не было. Прежде чем сделать прививку, врачи обязательно проверяют состояние пациента. Если на момент осмотра у посетителя выявляются признаки острых инфекционных и обострения хронических заболеваний, ему рекомендуют вылечиться. И только после вернуться за вакциной. В этом году массовая иммунизация в городе началась 3 октября. Ежедневно в каждой городской поликлинике вакцину против вирусов гриппа H1N1, H3N2 и типа B получают от 60 до 100 человек. Повысить иммунитет на платной основе могут все желающие. А бесплатно только горожане, подпадающие в группу повышенного риска. Это дети старше 6 месяцев, часто болеющие взрослые, пенсионеры. Также мы прививаем медицинских работников и у нас контингент беременных особенно. Также по нашей поликлинике созданы прививочные бригады в составе врача, медсестры, регистратора, которые выезжают в организованные коллективы и проводят вакцинацию против гриппа. Работодателям и лицам, желающим вакцинироваться, можно обратиться в частные медцентры, где имеется лицензия. Вакцинация в этих медцентрах осуществляется на собственные средства жителей и за счет средств работодателей. Кроме вакцинации населению рекомендуем укреплять свое здоровье. В период подъема заболеваемости сократить места массовых мероприятий, чаще мыть руки. Если дома кто-то заболел, изолировать, носить маски. По словам санворачей, в этом году планируется вакцинация 80 тысяч алматинцев, уже привитые около 32 тысяч горожан. Случаев гриппа не зафиксировано, а показатели заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями снизились почти на 15%. Айбану Анарбаева, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.